Здарова, друзья! Смотрим свеженького доктора Гнуса. Как обычно, Гнус стабильно выпускает по субботам. Хроник радует нас новым роликом. Погнали! Снайпер. Это Дима Храна. Засада. Стоп! Отбой! Задача меняется. Оказывается, нужно, чтобы цель была уничтожена в результате несчастного случая. Ого, так сложно. Нет, не очень. Что за адский босс? Смотри, какой классный. Терминатор. Это модно, модно, стильно молодежно. Алкоголь взяли? Отлично. В отпуск. Мойки быстрее, времени мало. А заранее? А теперь на счет 3 выворачивай руль влево. Приготовились. Три. Так они хотят себе поварю устроить? Да, да, да. Что-то не рассчитали чуть-чуть, да? Вот, без налочей. Красавцы. Тогда право и лево уже выучатся. И потом, что это за мотоколяска? Тоже мне плохие камикадзе. Когда говорят о камикадзе, то обычно имеют в виду японских летчиков Второй мировой войны, которые направляли свои самолеты на вражеские корабли. Однако, воины-смертники зажигали не только в воздухе. Для уничтожения танков у японцев были отдельные камикадзе. Они брали длинную парку в 2 метра, на конца которой привязывали кумулятивную мину. Задача такого камикадзе была добежать до танков и не был порт. Зато, правда, погибнув самому от взрыва своей земли. Ну и обычно эти бедолаги становились прекрасной мишенью для противника и редко добегали до танков. Короче, как-то не очень умно это было делать. Придумывать такое против танка. Знаешь, так с голой попой говорят, по сути. Потому что идешь просто с миной, пока добежишь, еще с криком таким воинствующим. Там снайперы расстреляют на подходе. Мне кажется, что пускали, потому что они уже не нужны. Это вообще жестко. Что нам? Зачем они? Пускай хоть. О, Немо полетел. О, точнее, не Немо, а папа Немо. Ну и о чем вы думали, когда залезли в кайтены? Что потом напишут в новостях? Два дайвера с торпедами случайно врезались в яхту? Развращайтесь, давайте. Убиты. Японцы разработали несколько типов торпед, называемых кайтенами, которые управлялись пилотами-подводниками. По сути, это были небольшие подводные лодки, которые запускались либо с корабля, либо с большой подлодки. Шансов вышить у пилота кайтена практически не было. Если он не погибал от взрыва о вражеский корабль, то задыхался в тесной кабине, так как запас кислорода был очень ограничен. Жесть. С прочностью одноразовых кайтенов не заморачивайся. Слушай, я думала, вот есть только лётчики, а оказывается, только вариации было. Им так было не жалко людей. Вообще не жалко. Вообще? А не все этих людей, которые шли туда? Ну я просто у других стран во время Второй мировой вообще такого не слышала. Ну то есть были, конечно, такие поступки, но было бы именно как героические, но не целенаправленно их обучали и отправляли. Мы этот корпус делали из очень тонкой стали, поэтому если пилот погружался глубже, чем нужно, то торпеду просто сплющивало от давления под водой. Ооо, гнус. Так, кто вам дал ключи от моего самолёта? И что вы удумали? Вот вы, черти, а? Капец самолёту. Изначально лётчики Камикадзе атаковали корабли на чём придётся, но позже самолёты специально стали затачивать для подобных задач. Так появился самолёт «Цветок Сакуры», если дословно перевести. Он был сделан из дерева, имел ракетный двигатель, а в его доставой части располагалось около тонны срывчатки. Японские разработчики забили большой болт на шасси, так как это была очень дорогая деталь. Даже шасси не делали. Который через сбрасывает этот самолёт самолёта-носителя. Отделившись, самолёт Камикадзе летел вниз со скоростью до 3-4 километра. Он даже никак не приземлится. И наоборот за невероятной трудной мишенью. Попав в корабль, такой самолёт-убийца буквально разрывал его на части. Любимой целью Камикадзе были авианосцы. Но их хорошо прикрывали, поэтому большинство Камикадзе погибали ещё на подходе к цели. Вместе со своим самолётом-носителем. Ха-ха, не знаю. Эй, короче. Сейчас всё зарешает. чисто несчастный случай да очень похоже всю команду это что стиратель памяти как людей черных наркобарон оставил всю свою личную охрану прислугу капитана и любовниц на пляже после отплыл на своей яхте в открытое море выпил и разбил все спиртное закурил сигару и заснул крепким снам яхта загорелась и утонула вместе с владельцем ну и что вас смущает в статье непредвиденных расходов такая именно автомобиль ferrari две атомные подводные лодки и авиал это типа они сделали такое несчастный случай он так сам случайно получилось такое покушение такое вот просто бывает каждый раз такое происходит лайнер последней модели все верно тут никаких ошибок что значит вы не подпишитесь на такое ну хорошо хотите перенесите эти расходы в предвиденные вы главное подписывайтесь я после смотря этого ролика наконец-то поняла что мне напоминает доктор гнус короче мне напоминает немножко адского босса и злыний по сути у них сюжет немножечко сходится потому что как бы доктор гнусу тоже делают заказы разные всякие злодеи там или кита существа или какие-то анонимные товарищи которые заказывают допустим убить кого-нибудь там или что-нибудь подстроить или там что-то добыть то есть плюс-минус как бы такое есть что-то да какие-то схожие черты ну да тебе кажется да это получается третья вселенная в которой есть немножко такая похожая концепция может третий может таких много из тех которые мы знаем конечно которые мы смотрим на реакцию да 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 короче если тебе понравился ролик то проводи все необходимые процедуры под видосом и следующий видео неплохо неплохо можно и лайк поставить 2 еще это видео посмотрим а может лучше это сложный выбор